здравствуйте меня зовут алексей красиков добро пожаловать на портал невроза мегаполиса и в этом видео я постараюсь относительно коротко рассказать о себе кто я такой если вы со мной не знакомы устраивайтесь поудобнее я постараюсь хотя бы в 30 минутах может быть меньше рассказать о себе мои зрители меня знают и смотрели со мной много роликов с 2011 года и сейчас все расскажу но если ты смотришь меня впервой и зашел на страницу обо мне ты можешь ознакомиться с документами с сертификатами с институтом в котором я учился это московский институт психоанализа с ассоциацией в которой я имею членство ассоциации когнитивно-погенической психотерапии в общем расскажу тебе все как на духу кто я что я и что я делаю значит ну начну я наверное с короткой биографии да и вообще почему я стал заниматься психотерапии психологии скажу тебе откровенно не просто так и череда событий череда случаев череда решений что немаловажно я на этом буду сейчас делать акцент привела меня сегодня в это кресло и привела меня к тому что я всю свою профессиональную карьеру построил дальше на психотерапии хотя по большому счету если бы ты познакомился со мной еще наверное в 2008 9 году и спросил бы у меня привет лишь какие планы на будущее я бы сказал что я бы развивался в какой-то крупной корпорации поскольку из четырех образований первое это экономист менеджер и я руководил проектами и в зообизнесе в ресторанном бизнесе но сейчас я расскажу об этом более детально ну что же надо сейчас попытаться собраться с мыслями потому что меня часто спрашивают а как это пришел эту профессию как-то вообще что занесло потому что когда меня наши люди видят первый раз они говорят что это это психолог это психолог что-то странное какой-то психолог обычно психологи выглядят по-другому какой-то есть людей стереотип что психотерапевты психологи какие-то странные люди знаете такие в очках странненькие такие присматривающиеся там или какие-то там ну что есть то есть да действительно я занимался в юности модельным бизнесом когда учился в институте достаточно много времени проводил на кастингах на показах на съемках и были фотосессии и контракты с разными журналами издательствами в общем ну сейчас расскажу если тебе это интересно просто вот ты будешь смотреть ролики на этом сайте и ролики на ютюбе канала невроза мегаполиса на дивидии на вебинары семинары постарайся абстрагироваться от стереотипа о том как он выглядит что за парень да постарайся в себе не вот не увести свое внимание на какие-то внешние атрибуты на какие-то детали постарайся слушать то что я говорю и думать запоминать выписывать какие-то тезисы из тех лекций семинаров которые я веду поставить сообщение думать о том как я выгляжу и так далее я такой какой я есть очень прямой открытый человек поэтому чем проще ты будешь тем лучше окей ну наверное я начну ребят сразу говорю сейчас раннее утро я записываюсь цикл лекций для сайта для того чтобы тебе было удобнее будет в нем ориентироваться поэтому я может быть немножко сонно выгляжу мы просто раннее утро у меня сегодня очень насыщенный день у нас сегодня вебинар с президентом ассоциации когнитивной терапии поэтому день расписан и я могу только снять с раннего утра блок лекции поэтому постараюсь сделать так что ты не заснул в общем родился я восемьдесят третьем году 22 сентября мне 32 года сегодня у нас 11 октября 2015 соответственно мне 32 года недавно я отметил свое 32-летие как раз родился в семье молодых спортсменов мои папа и мама были преподавателями и учились в институте физической культуры и спорта папа на втором мама на первом вроде как курсе они педагоги педагоги физической культуры и спорта семья самая стандартная советская никаких предпринимателей бизнесменов олигархов папа работала и дворником и на кафедре пат анатомии лаборантом чтобы ему было поступить институт проще по моему с первого раза не поступил поэтому пришлось работать на кафедре пана патоанатомии не все знают что такое кафедра патоанатомии но тот кто знает тот понял что это работа с препаратами в общем веселое занятие так вот они познакомились в результате это знакомство появился я восемьдесят третьем году затем был период жизни у родителей где у них в общем не задалось скажем тогда и они разошлись они разошлись там сейчас я вот этот момент опущу хорошо и в десятом классе я решил учиться пойти на парикмахер у нас там были такие учебные производственные практики вот и у меня стало получаться работать парикмахером и я потом поступил после школы в колледж парикмахерского искусства и я был уверен что я стану парикмахером то что у меня стал это хорошо получаться и я потом работал после колледжа еще где-то примерно год наверное в салоне стриг людей мужской женский зал еще в школе я увлекся спортом мой папа на тот момент был главным тренером команды по американскому футболу если кому интересно команда московские мустанги это одна из первых команд по американскому футболу вообще в россии он был главным тренером собрал парней со дворов буквально и сделал команду по американскому футбол такие пацаны которые носятся бегают в шлемах в панцирях кидают мяч ловят но кто знает американский футбол похоже на регби только в защите и по другим правилам вот он был главным тренером поэтому я вырос в спорте мама преподавала физическую культуру папа был главным тренером вот я вырос фактически среди этих спортсменов качков мама спринтер папа тренер соответственно меня все привело в спортзал в общем и где-то с 15 лет я стал посещать спортзал и вообще по натуре достаточно эктоморфный товарищ то есть я худенький и я поставил себе такую задачу накачаться быть таким подтянутым спортивным парнем так и попал в бодибилдинг так и попал в спорт где мне тоже пророчили там определенное будущее потому что после школы когда я уже учился параллельно в колледже парикмахерского искусства я начал активно заниматься стал готовиться к своим соревнованиям мои первые два тренера были очень известные сегодня дмитрий мужчину зовут очень известный тренер уважаемый тренер развивает фитнес-движение в нашей стране замечательный парень в общем под руководством димы я стал третьим на чемпионате россии 2002 году и принял решение больше не выступать потому что что-то как-то мне тяжело далась сушка подготовка но мне было очень интересно этим заниматься я пошел учиться параллельно в как раз в институт где учились мои родители это был институт физической культуры и спорта я учился там восемь месяцев по классу тренер по бодибилдингу и фитнесу именно там я познакомился с анатомией с физиологией потому что восемь месяцев нам буквально вкладывали в голову все физиологические и анатомические знания которые должен обладать которыми должен обладать тренер по классу кардиологии по всем системам потому что мы не доверяют здоровье человека который приходит ко мне спортзал и я должен уметь рассчитывать нагрузку пульс его здоровье его прогресс сжигание жиры набор в общем чтобы тебе доверили эту работу ты должен защитить защитить очень серьезный объем знаний по физиологии и анатомии именно вот здесь кроется ответ откуда алексей ты обладаешь такой таким обширным терминологическим базисным знанием потому что я учился в институте и учился фактически я за восемь месяцев освоил весь курс физиологии весь курс анатомии который необходим для достаточно хорошего знания и понимания работы органов систем их патологической патологии я работал тренером тренировал людей сам выступал и готовился как я уже говорил и ребята у меня готовились потом я начал заниматься модельным бизнесом потому что я уже тогда был таким подкачанным бронзовым придержим чемпионат россии модельный бизнес съемки клубы танцы шманцы и в 23 года я параллельно понял что мне нужно высшее образование получать я пошел в институт экономики управления права получать высшее образование параллельно был модельный бизнес и были танцы и в 23 года я понял что что-то как-то я в гримерке себя чувствую уже на съемках как-то нет некомфортно у меня было всегда такое чувство что я я немножко не на своем месте у меня получается я востребован завязал уже на тот момент с парикмахерским искусством ударился только в спорт и модельный бизнес но именно в первый раз в гримерке я перед выходом на сцену хотя никогда сцены не боялся только в школе наверное вообще в школе был очень таким робким парнем у меня даже мой друг антон в девятом классе учил ознакомиться с девушками это плохо получалось и десятом классе мне это как-то уже давалось попроще ну а в одиннадцатом я уже вел выпускной вот быстро схватывал скажем так так вот и я понял гримерке что что-то как-то я себе не очень хорошо чувствую перед выходом на сцену я тогда вообще не знал никаких терминологий вегетососудистой бистонии панических атак вообще не в курсе было я знал только стандартную медицинскую анатомию физиологию я подумал что у меня что-то сердечком не то что-то мне как-то пока закружилась поплохела под ногами что-то как-то провалилась и я не успел испугаться сильно но взял себя в руки тогда я помню и справился с этим даже вышел на сцену но тогда у меня в голове уже закралась мысль что что-то самое не то что-то по моему я переборщил с нагрузкой потому что я тренировался танцевал не съемки кастинги это работа тренером то есть нагрузка была очень серьезно то есть я ночью мог танцевать днем сниматься в каких-нибудь там рекламах или журналах потом еще ехать тренировать клиента спортзал в общем я подумал что просто переутомился что-то своим сердцем не то но он где-то через какое-то время я понял что вообще надо уходить из танца и из танцев из модельного бизнеса потому что мне было 23 года тогда я понял что это абсолютно не мужская история нож если уж мужская не мужская то уж не моя точно и я ушел ушел работать помощником официанта в один из известнейших ресторанов господина новикова в москве помощником официанта я колол дрова мой полы люди меня смотрели очень странно что ты делаешь как как это что происходит все крутили пальцем на виска но вот это был очень первый переломный момент где я смог свое самолюбие свое вот внутреннее эго объяснить ему что тебе сейчас нужно пройти этот период чтобы ты ушел из танца для меня это было очень важно принципиально важно уйти вот в дневную работу в работу головой в работу потому что в работу как обычные люди да скажем так просто меня стало унижать то что я модель меня стало унижать то что я там даже тренер отчасти потому что все обращали внимание на то как я выгляжу никто не обращал внимание что и умею до помимо вот того что я там фотографировался ходил по сцене я для себя тогда четко принял решение это была первая рэперная точка в 23 года что я ухожу со сцены полностью и вот здесь кстати вот кто мои клиенты будут смотреть это видео вот тут ребят вспоминаете да вот первый такой важный момент где я поставил для себя очень важную сверх важную цель доказать что я могу работать головой да что я могу работать не внешностью скажем так я ушел работать в рестораны сначала как я уже сказал это были помощник официанта а затем это уже был менеджер другого ресторана и вот в ресторане случилось как раз то самое о чем я сейчас расскажу но надо еще отдать время ваше на то чтобы рассказать о том что со мной приключилась между этим периодом я столкнулся с такой болезнью как онкология не думал что так случится у меня в школе еще в одиннадцатом классе кто меня помнит или видел фотографии у меня правая мучка ухо она была чуть ниже чем левая немножко был такой дисбаланс такой примерно у меня за ухом вот здесь был такой шарик я был уверен что это лимфоузел все были уверены что это лимфоузел почему-то воспалился никто не придавал тому значение родители иногда мне так под трудно были типа иди проверься что там происходит чуть 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 достаточно пitime и потом 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 и в детнем классе он стал увеличиваться и уже потом не стала активно заниматься моделингом было не до этого и он стал увеличиваться мне стали делать замечания славами чуть-чуть ambient в за ухом он реально стал увеличиваться примерно вот таким то есть он был такой уже потихонечку и тут я понял что надо чё-то с этим делать я был уверен что мэль дадут таблетки, и этот лимфоузел рассосется, и я пришел к врачу, в больницу, она посмотрела, меня покрутила, говорит, ну лимфоузел непонятно, иди вот в какую-то больницу, дала мне направление, я даже не знал, куда она меня послала, мне с папой поехали, и я не знал, что я приехал в онкологический центр, меня приглашают в кабинет, делает ультразвук, говорят, выйдите, посидите, подождите, я выхожу, там через какое-то время меня приглашают обратно, говорит, присаживайтесь, я говорю, спасибо, я постою, я говорю, а, у меня еще прикол был, я в Турцию хотел полететь, я натренировал людей в фитнес-клубе, заработал там, около 40 тысяч накопил, думаю, сейчас я поеду, отдохну в Турцию, возьму с собой эти таблетки для лимфоузла, я полечу отдохнуть, они говорят, присаживайтесь, я говорю, да какой присаживайтесь, у меня там Турция скоро, я пойду, сейчас мне работать пора, они говорят, да, вы знаете, Алексей Юрьевич, это опухоль, а не лимфоузел, с вашим лимфоузлом там все нормально, это опухоль правой заушной слюной железы, я так стою, помню, они говорят, ну это еще не все, я говорю, прикольно, я говорю, а еще что, они говорят, у вас в центре этой опухоли проходит ствол лицового нерва, я говорю, вообще отлично, я говорю, и что это значит, а они говорят, это значит, что если мы удаляем вашу опухоль, правая половина лица у вас остается парализованной, бровь, щека, губа, функция не работает, потому что иннервация идет вот так, да, соответственно, это все вот не работает. не работает, кстати, это говорят парни, у которых востребованный модель в Москве, да, востребованный манекенщик, фотомодель, ему говорят, что у него опухоль, что еще и лицо парализовано останется, это мне было 21 или 22 года, пункт 22, вот, и это было очень-очень непросто для меня, мне там же берут пункцию, пункция это прокол иглой специальный, было не больно, и говорят, мы ждем гистологию, цитологию, смотрим, что это за опухоль. Три дня, и я ждал результатов. Честно сказать, я тогда не очень даже испугался, я как-то ждал, к чему это все должно привести, я такое чувство, что я был в какой-то прострации, может это было вытеснение, может быть, это было защитным механизмом, скорее всего. Я не помню, что я паниковал. Я как-то к этому относился ровно. Ну да и да. А сознание потом пришло, сейчас я об этом расскажу. И мне звонят через три дня, говорят, это смешанная полиаморфная барфология, срочно нужна операция, потому что она может в любой момент перерасти в любую степень, не очень разбираясь в этих вещах, канцерофобии, канцеро, в общем, онкологических, это смешанная полиаморфная структура, срочная операция. Причем еще отделение нужно находить с микроскопом микрохирургии, потому что этот нерв нужно было выделять из опухоли, то есть, как мне потом объясняли хирурги, это такая работа, представьте себе, горшок с цветком в корне, да, цветка, надо было вот корни очистить от земли, и все это под микроскопом. Плечом там еще проходят сосуды, всякие вены, там артерии, нерв, жесть вообще. Я ложусь в клинику имени Герцена онкологическую, в челюстно-лицевое отделение, оперировал у меня профессор Ешетов, за что ему огромное человеческое спасибо на всю жизнь. Как вы видите, у меня за ухом до сих пор большой достаточно шрам, он петлеобразный, но меня это не парило никогда, не парит до сих пор, то есть, я абсолютно, я вообще к своей внешности в этом плане абсолютно спокойно отношусь, многие думают, что я там как-то трепетно к этому отношусь, это не так, очень, абсолютно нетрепетно. Я уважаю себя, да, там, я там чищу зубы, что-то делаю, но там каких-то специальных процедур, там, Алексей, выщипываете ли вы брови, там, никогда их не выщипывал. Каюсь, красил ресницы, когда мне было 20 лет, потому что этого требовало модельное агентство, не тушью, а у косметолога. ну, это 12 лет назад было, я надеюсь, вы меня за это простите, ну, приходилось, потому что это были требования определенные, а все, больше ничего, ну, могу сходить на массаж, могу там поплавать, занимаюсь в спортзале, это все, ну, стригусь, чищу зубы. Да, есть там один, там, крем для лица. Те, кто меня знают, в быту, они знают, что я очень простой парень. Он очень простой, просто так кажется со стороны. А вот, и, в общем, я ложусь в отделение, делают мне операцию. Операция шла 8 часов. А когда тебя отключают на 8 часов, ты попадаешь в такое состояние, полностью отключенное, где за тебя дышат, аппарат, у тебя везде катетеры, в ночевом пузыре катетер, система стоит, всякие капельницы. И я прихожу в себя в реанимации. У меня тут трубки, тут трубки из члена, простите, трубка. Это было просто феерично. Обколотый какими-то наркотиками, видимо, чтобы я особо не дрыгался, потому что место сложное. И мне просто, как мне потом объяснили, я вообще 3 дня был в таком состоянии. Очень странно. Вот. Но я помню это состояние. И хочу с вами им поделиться. Вот это состояние, когда тебя врубают на 8 часов из жизни, из этого мира. Чувство очень необычное. Его в жизни почувствовать нельзя. Никогда. Это чувство... Ну, я не знаю, как его вам описать. Его описать очень сложно. Ты абсолютно чётко думаешь, ты размышляешь, ты вспоминаешь даже анекдоты, как-то смеёшься про себя и просто думаешь. То есть, ты можешь думать про себя. Представь себе, что ты лежишь в чёрной комнате с закрытыми глазами и про себя думаешь. Вот примерно так это выглядит. Но при всём при этом ты абсолютно не чувствуешь никаких сил, которые воздействуют на тело. Ни силу тяжести, ни ветра, ни прикосновения руками и ногами. Ты нигде не лежишь. И ты нигде не висишь. Ты не чувствуешь телом вообще ничего. Ты просто думаешь. Это очень необычное ощущение. И причём при всём при этом, я помню, я такой, где я и чего. И у меня внутреннее ощущение, что было чувство, как будто ты либо в одну сторону должен куда-то, либо в другую. И я думаю, что это был такой какой-то момент переходный, да, между одной формой жизни и между жизнью, когда сознание в тело возвращается. Это очень интересно. Да, мне некоторые вещи, я говорить, вспоминать вам не могу говорить, да, по некоторым моментам. Но это был очень необычный опыт. И этот опыт дал мне потом очень много. Не буду говорить всё, но дал мне очень много. Наверное, дал мне определяющее в моей жизни. И я вышел тогда из больницы. У меня был послеоперационный отёк, который давил на нервы. У меня лицо не работало. То есть, я вот так вот ходил, то есть, я засыпал, глаз закрывал, а рот у меня не работал, он вот так был. То есть, я говорил так и вот так вот. И бровь не работала. Кто помнит меня после операции, да, весело было. И мне сказали, что мы нерв не задели, но нужно там несколько месяцев на разработку, чтобы оно работало. Поэтому я помню, я вышел из больницы. Знаете, я после же операции, когда там уже прошло какое-то время, я просто сидел, смотрел на людей, которые идут по улице. Я смотрел на людей. Когда меня папа привёз домой, я в первый же день пошёл просто ходить по своему городу. Я смотрел на деревья, на небо, на людей. Смотрел на них. Мне было очень интересно, что они делают, как они ходят, что они говорят. Зашёл в кафетерий, его сейчас уже закрыли, заказал себе капучино с какой-то французской булочкой, пил кофе, смотрел на людей за окно. Чувствовался очень счастливо и очень такое глубокое чувство интересное. Эта операция перевернула вам немного. Те, кто помнит меня до операции, модели танцора и тренера, и те, кто знает меня после. После этого они прекрасно понимают, что я очень сильно изменился. Именно после этого я ещё какое-то время по инерции протанцевал, но с кастингов меня стали уже сливать из-за шрама. И тут я понял, что всё, надо уходить. И вот это внутреннее чувство, что я не на своём месте, оно возникло как раз после операции. Я был уверен, что я продолжу карьеру танцора или модели, но даже несмотря на шрам, я начал чувствовать себя некомфортно. Я начал понимать, что что-то надо менять. Где-то я не здесь. Такое чувство, как будто меня сначала взяли, что-то сделали, потом выпустили, и я начал понимать, что что-то не то. Вот. И что было дальше? Дальше я ушёл из танцев, как вы помните, в помощник официанта. Вот как раз все не поняли, что произошло. Как Лёша Красиков снимается для плейбоя, танцует там-то и там-то. И вон помощник официанта уносить гарбич. Там, видите, как их, энестры, пепельницы, приборы, сервировка столов. Вот. Я чувствовал, что мне это надо. Затем именно это решение уйти в помощники официанта привело меня к тому, что меня пригласили на собеседование в рестораны, в ресторанный синдикат Кирилла Гусева. Кирилл Игоревич открывал новый ресторан, очень пафосный, на Кутузовском. И я пошёл на собеседование, прошёл их три, и на удивление меня взяли. Я был не очень уверен, что меня возьмут в такое очень крутое место. Это ресторан получал несколько раз премию «Лучший ресторан города». Он возле дома правительства, в нём кушают очень... такие политизированные люди, и министры, и дипломаты. Я познакомился с большим количеством людей, это было очень интересно. Очень. И политиков, и министров, и актёров, и там очень интересная публика. Вот. Но вот этот момент, что я должен был уйти со сцены и закрепиться в ресторанном бизнесе, как вы помните, работать головой, для меня был фатальный. Потому что в марте, через полгода после открытия ресторана, меня приглашает управляющий, говорит, Лёх, ты классный парень, но мы с тобой прощаемся, нам нужно оставить двух менеджеров, а не трёх, после открытия. И, к сожалению, это ты, потому что тебе 23, и тебе меньше всего опыта. И вот здесь я очень отнёсся к этому невротично, потому что для меня работа в ресторане была определяющим фактором. У меня первая мысль, неужели обратно в моделинг? Нет, это проигрыш, я не могу. Я очень эмоционально отнёсся к этому увольнению, и уже через месяц я работал директором в другом ресторане. Можете себе представить, с какой утроенной силой я пытался там доказать, что я чего-то могу и достоин, кроме модельного бизнеса. И вот этот тройной нажим на педаль газа фактически поставил точку в моём психологическом тогда здоровье и начал новый виток в моей жизни. Виток заключался в том, что я попал в ресторан очень сложный, в котором было полмиллиона убытка каждый месяц, который неправильно открылся, который не имел менеджмент, который фактически был развален, там было абсолютно всё сделано неправильно, начиная с названия, заканчивая всем, всем, было потрачено все деньги учредителей, они не могли больше тратить денег, им надо было хоть как-то его окупать. И вот в это очень сложное, тяжёлое состояние ресторана попадает молодой 23-летний невротик с красным знаменем на перерез со словами «Я сейчас вам всем докажу, что я крутой менеджер». И я начинаю с утроенной силы пытаться изменить сервис, дизайн, кухню. А естественно 23-летнего парня мало кто слушает, мало кто прислушивается. И я бился настолько сильно головой об стены эти непробиваемые, что он там доходил до того, что я приходил там к бухгалтеру и говорю «Здравствуйте, мне нужно там 6000 рублей на свечи». Она говорила «Нет, не дам у нас, я не хочу, чтобы были свечи в ресторане». Я говорю «Я управляющий, я решаю, будут у нас свечи или нет». Бухгалтер говорит «Нет». В общем, были очень тяжёлые моменты, к которым я опять же, ребятки, отнёсся очень невротично. Я не принимал этих людей, эту ситуацию, я требовал очень сильно от себя. В этот момент от меня уходит моя девушка, которая пробыла со мной те последние эти три года и в операции, и танце, и так далее. Я тогда даже не помню, чтобы я расстроился, что она ушла, потому что у нас всё к этому шло. Но просто совпало так, что, вот кстати, внимательно, здесь тоже акцент поставьте, работа не клеится, всё не так, не получается, уходит девушка, переутомление. И вот в один прекрасный момент в своём рабочем кабинете управляющего ресторана я испытываю самую настоящую первую паническую атаку. Я был уверен, что я умру. Я был уверен, что у меня сейчас остановится сердце или разорвётся, я интуитивно как-то, как вы все знаете, побежал за кровололом, выбежал на улицу, естественно, понимаете, больной человек бегает по ресторану, с кровололом ещё на улицу выбегает. И вот так я познакомился с паническими атаками. И вот это продолжалось два месяца. Я уже не мог думать о работе. Я ехал на работу со словами «умру я сегодня или не умру». Я потом уезжал с работы, мне кто-то звонил, я лежал под одеялом, говорил, у меня вообще инфаркт, вы что мне тут трёте? Впрочем, это было жестоко. А потом в метро меня стало накрывать. Я через силу как-то ездил. сердце. И в итоге я позвонил своей знакомой, я говорю, слушай, всё, короче, я умираю. Она говорит, давайте кардиологу хорошему свожу. И я поехал в кардиологический центр, очень известный в Москве Бакуливский кардиоцентр. И меня обследовали, сделали ЭКГ, УЗИ, вилгометрию и кровь я сдал. И мне повезло, мне повезло с кардиологом. Он, эта женщина сказала, что мы посмотрели всё и в нагрузке и так, и так, и так. Никаких патологий нету, там какие-то нюансы связаны со спортом, что там увеличенный левый желудочек, это ты прекрасно говоришь, знаешь. В общем, всё у тебя сердце там хорошо. Но то, что ты описываешь, скорее всего, это что-то с нервами, что-то психологическое. Она не говорила слово ВСД. Она не говорила слово панические атаки. В этом плане мне повезло, потому что многим из вас сказали, у вас ВСД. И вы, чё? И я начал искать материал, 23 года мне было, не помню как уже и где, я стал искать материал психологический, вот этот вот эмоциональный стресс. И вот только тогда я услышал термин ВСД и термин панические атаки. Единственный период на 10-й, 9-й, там 11-й год, это были книжки Андрея Владимировича Крупатова младшего, и я с них и начал. Я начал их читать. Очень быстро для себя понял, что происходило. Я очень быстро для себя справился с самим страхом этого приступа. Разработал для себя сам лично какие-то упражнения, которые мне казалось, что мне помогают. Потом, через много лет, я узнал, что это научные упражнения. То есть, я для себя сам придумал, а потом понял, что я придумал то, что в принципе нормальные психотерапевты практикуют во всём мире. И я был очень тогда удивлён. Это провокация, обесценивание, 33, усиление, да, вот это вот дыхание. Я сам это как-то делал для себя, и потом только узнал, что это техники мировые. И как я пришёл в эту профессию? И я тогда после ресторанов пошёл работать в зообизнес. Я стал развивать зоокомпанию. Компания занималась грумингом. Стрижкой собак, шампунями, оборудованием, обучением. Я работал там маркетологом. Развивал компанию по всей стране. И был уверен, что я буду развиваться как экономист, как менеджер. Но параллельно я на одноклассниках завёл... Я даже не учился в тогдашем институте психоанализа. Даже не думал об этом. Я на одноклассниках, в общем, завёл страницу. Их сделал группу. ВСД, и паническая атака. И просто был как парень Лёша, который письменно отвечал людям на вопросы, потому что с этим справился. Вопросов копилось всё больше, 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 больше и больше. А я пишу очень плохо. Я в школе был двоечником практически. Ну, таким троечником. Потому что развод родителей сказался там не самым лучшим образом на моём учёбе, в общем. Хотя я учился в химии-биологическом классе. И химию я знал на 5, а математику и русский на 2. За что мне, конечно, должно было бы быть стыдно, но мне не стыдно. Потому что многие пятёрышники, считающие, что они добьются своими пятёрками больше многого в жизни, они очень сильно заблуждаются. В жизни добиваются успеха не пятёрышники. Как раз пятёрышники – это диагноз. Я ещё, ребятки, не обижайтесь только, да? Я ещё не встречал ни одного здорового пятёрышника. У всех пятёрышников ОКР. Вот, сто процентов. Можете смеяться или не смеяться. Пятёрышник – это нормативность. Так делай правильно, так делай неправильно. Это нормативность. Чтобы меня любили, я должен получать пятёрки. Если получать двойку, меня нельзя любить. Я тупой. Вот это ОКР. У меня такого не было. Вот. Воспитание в этом плане. Ну, про воспитание я не хочу рассказывать. Это очень долго. Вы, мне кажется, уснёте. Так вот. О чём я говорил. И, собственно говоря... Блин, в смысле сбился с этими пятёрками? И я начал изучать... А, стал вести этот блог. Стал вести этот... Этот... Одноклассники группу. И я устал писать. Я устал писать одно и то же. И я просто взял телефон. Кто помнит эти первые ролики. На фоне фиолетовых... Какие-то шо... Штор. Я просто вот взял, вот так вот снял два ролика по 15 минут о панических атаках. А ВСД это был одиннадцатый год. И я был уверен, что я на этом группу закрою. И вообще забуду про эту тему. Вот искренне, ребят. Вот честно, я был уверен, что на этом всё закончится. И я снял эти два ролика, объяснив, как я тогда понимал, что такое ВСД своими словами, паническая атака и упражнение, которое надо делать. И улетел в Турцию, опять же, отдыхать. И по прилёту я зашёл в Одноклассники. Кстати, у меня сейчас в Одноклассниках нету. И я был в шоке. Таком... Ну, я очень был удивлён. У меня было 400 неотвечных сообщений, как вас найти. Только вы, только ваш ролик. Где же вы были раньше. И теперь я всё поняла. Кнадеюсь, вам многие. Как вас найти, сколько стоит. Я вот так вот сидел на это, посмотрел, говорю, это что вообще такое. И я понял, что возникло ещё больше вопросов. Я снял ещё ролик, чтобы ответить на эти вопросы. Их возникло ещё больше. Я снял ещё ролик. И ещё ролик. И так ваш покорный слуга стал блогером, сам того не понимая. Вот так возник канал Невроза Мегаполиса. Сначала он назывался... Сначала канал назывался... Если честно, он не назывался сначала Невроза Мегаполиса. Он назывался Эволюция Сознания. Не буду говорить почему. И не буду говорить... Некоторые нюансы. Сначала он назывался, в общем, Эволюция Сознания. Потом он уже переименовался в Невроза Мегаполиса. Но на самом деле Эволюция Сознания очень правильное название для темы неврозологии и терапии. Потому что, чтобы справиться с вашими Неврозами, вам надо эволюционировать. Только эволюционировать в определённом плане. Этим, собственно говоря, мы и занимаемся. Это не эзотерика. Забудьте слово Эволюция. Вспомните слово Мировоззрение. Воззрение на ситуацию, на себя, на мир, на окружающих. Вот изменив вот это, мы и лечим неврозы. Поэтому Эволюция Сознания и Когнитивная Терапия, они были рядом. Но проблема в том, что я в 2011 году не знал слово Когнитивное. Я вообще-то слово не знал. Я назвал интуитивно всё это Эволюция Сознания. Я даже не знал об этом ещё ничего. Очень много, может быть сейчас кто-то посмеётся, но очень много того, что я называл, придумывал упражнения, читал в своих первых лекциях. Мне потом люди спрашивали, откуда вы это знаете? Я говорю, не знаю. Я просто это знаю. И я был просто поражён, когда я брал учебники уже потом в институтах. и читал про то, что я рассказывал в первых видео, про то, что я знал, но я не мог понять, откуда я это знаю. Я просто знаю, что я это знаю. Вот кто со мной работает лично, тот понимает, о чём я говорю. Ну, оставим это за скобками. Так вот, я стал таким образом блогером. И вот тут, как я пошёл учиться, и я думал, что я просто стану, как бы это моё хобби, я всегда говорил. И меня стали троллить на форуме со словами... А, я пришёл на интернет-форум по ЛСД со словами, «Ребята, у меня есть лекции, они многим помогают, там в одноклассниках тысяча людей, которые там говорят, «Алексей, спасибо, только вы, я вам их покажу, эти лекции». Я был уверен, что их воспримут на ура со словами, «Блин, спасибо, чувак, ты нам тут жизнь спас». А мне говорят, «Чё за херня? Ты кто?» Так, что и начинается стандартный троллинг моей внешности. И я вообще не понимаю, как это происходит. Я был тогда не готов, у меня ещё личной терапии не было. И я справился с помощью своей интуиции, с помощью своих некоторых знаний внутренних, но у меня не было терапии. И я тогда очень эмоционально относился к тому, что писали в интернет-форумах. Но, ребят, вот хочу вам сказать, вот этим троллям из интернета большое человеческое спасибо. Вы даже не представляете, как вы поменяли мою жизнь и жизнь сотен тысяч людей, которые являются моими зрителями и клиентами. Если бы не ваш троллинг относительно моего образования, которого тогда не было на период первых лекций, я бы никогда не пошёл учиться в институт психоанализа и никогда бы сейчас здесь не сидел и не ездил бы по городам России с семинарами, где десятки, сотни людей и тысячи уже людей благодарны по всему миру и по всей России. Вы, это вы сделали. Ваш троллинг помог тысячам людей. Объясню как. Вы думали, что вы меня затроллите во форуме и унизите, и заблокируете за какое-то там неадекватное поведение. Да, я пообещал тебе сломать нос. Ну, ну, пообещу. Ну, 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 ну что. Ну, вы, вы, вы меня троллили. Я тоже потроллил. Вы меня заблокировали. Порадовались. Но я хочу вам сказать большое спасибо. Благодаря вашему вот поведению десятки, тысяч и сотни людей в нашей стране и даже за её пределами вам благодарны. Потому что именно из-за вашего троллинга я пошёл учиться в институт психоанализа московский, чтобы получить диплом и сертификаты, чтобы просто вы перестали меня троллить. Я тогда тоже не думал, что я этим буду заниматься. Я очень был, у меня сложный период. Я с девяти утра до шести работал в офисе маркетологом, а с семи до десяти учился в институте. Три раза в неделю, год и два месяца. Представляете, вот этот ритм. Плюс ещё бесплатно консультировал по скайпу первых клиентов. Это мне потом объяснили, что бесплатно нельзя, но сначала я этим занимался бесплатно. Я, кстати, бесплатно делал очень много. Я вот все мои ролики были бесплатные. Я бесплатно консультировал по скайпу около года людей. Это потом я 350... Арин, будешь смотреть видео, вспомни, 330, 350, помнишь, 400 рублей ты воплотила за консультацию по скайпу. Помнишь это? Я из офиса занимался. Кто помнит, это вам большой привет. Арина, кстати, сейчас учится на психотерапевта, как я знаю. Вообще, у меня много клиентов, кто пошёл учиться, стали даже блогерами. Это все люди, с которыми я когда-то так или иначе пересекался на этапе консультирования. Так вот, и я пошёл учиться. И в институт я пришёл, у меня уже было 600 человек в очереди. И я тогда помню, я пошутил в приёмной комиссии, я пишу заявление на приём, и девушка моя, я моей говорю, я буду очень известным психотерапевтом в вашем ВУЗе. Она посмеялась, говорит, понятно, есть над чем работать. И мы тоже посмеялись, но если вы откроете чуть ниже ссылку на институт, вы поймёте, о чём я говорил. Вот. Собственно говоря, в процессе уже учёбы я понял, что я абсолютно вытесняю маркетинг, абсолютно вытесняю зообизнес, и я полностью погружаюсь в своих клиентов, и я переполнен желанием с ними работать с утра до вечера. И вот тут произошёл ещё один переломный момент, я понял, что всё, и я больше не могу заниматься маркетингом в зообизнесе, и я буду развиваться как частный практик. Тем более аудитория уже была, клиенты уже ждали, ждали, и я ждал себя, когда я себе разрешил. И вот где-то на середине, ближе к концу учёбы, я себе разрешил брать первые деньги, я говорил об этом со многими преподавателями, все говорили, конечно, бери там 500 рублей, 600, Skype, welcome. И вот тут я стал брать первые деньги, первые 400, там 300, 500 потом рублей, и начал работать. И в январе 11, нет, в январе, не помню сейчас, 12, по-моему, или 11-го года, 11-го, по-моему, я пришёл к своему генеральному директору и сказал, Денис, сори, я ухожу. И это было очень ответственное для меня решение, представляете себе, у меня есть должность, у меня зарплата, и тут я ухожу вообще в никуда. Это было очень тяжело для меня, психологически принять решение. Но, ребят, забегая чуть вперёд, именно вот эти решения, помните, уйти со сцены. Именно вот этот момент, стать работой официант, уйти со сцены, принять решение пойти в новый ресторан, начать снимать видео, уйти из должности директора по маркетингу. Вот эти все решения и определили ход дальнейших событий. Поэтому будущее зависит не от того, что вы материализуете в голове у себя, а от того, что вы делаете. И от ваших решений всё зависит. А не от того, что вы представили Брэда Питта, визуализировали, он появился. То есть, вы визуализировали, но пошли и сделали. Поехали в Калифорнию, сказали, привет, Брэд, это я. Но сначала английский выучили, потом заработали на билет и полетели. Вот. Итак, я стал частным практиком. Сначала я занимался только по скайпу, затем я стал вести группы по скайпу. Сейчас до сих пор есть и скайпы, группа по скайпу. Потом я сделал вот этот видеокурс с методичками по паническим атакам ВСД, ОКР и когнитинной терапии. Потом я сделал там вебинары, 12 штук мы записали, которые тоже сейчас можно на сайте найти, и это DVD. И потом потихонечку-потихонечку все это развивалось. И сейчас я езжу по городам с семинарами двухдневным. О семинарах вы можете посмотреть в других страницах. Сейчас не буду на эту тему вас отнимать время. В общем, вот так, коротко, в 50 минут, почти в час, наверное, я рассказал о том, как я пришел в эту профессию. Интересно было. Надеюсь, вы меня узнали чуть-чуть поглубже. Я, если честно, очень закрытый человек. И я очень мало кого допускаю в свой внутренний мир. Но я хочу вам сказать честно и откровенно, я был с вами абсолютно честным, абсолютно откровенным. И рассказал просто по этапам. Какие-то вещи можно было рассказывать глубже, дольше, красочней. Но зачем это? Я вот... Те, кто хотели узнать, как я пришел в эту профессию, услышали, наверное, да? Собственные проблемы из детства. Перенеслись на очень сильное желание реализоваться. Там пошло что-то не так. Вегетатика, паника. Справился сам. Интуитивно для себя придумал много упражнений, много всяких тезисов. Потом офигел от того, что это мировая концепция. Стал учиться. Стал просто помогать людям бесплатно в интернете. Есть такой замечательный научный деятель на стране. Он, когда меня комментировал в каком-то портале, он говорит, а что вы хотите от Красикова? Он много лет бесплатно помогал людям. Кто бы ему спасибо сказал? Чего вы сейчас троллите? Конечно, он сейчас получает то, что он делал. Я много лет снимал для вас бесплатно и до сих пор делаю это. Все прекрасно знают, что у меня огромное количество бесплатного материала. У меня огромное количество социальной работы, которое я делаю абсолютно бесплатно. Просто я это не афиширую. И впереди у нас много социальной работы. И платная работа – это моя работа. Это личные консультации, это групповые консультации, если вы в другом городе. Это DVD, это вебинары. Самое интересное – это семинары в вашем городе или вебинары трансляции. Это все стоит денег. Но, ребят, если посмотреть, сколько денег вы тратите на обследование и на беготню по врачам, то это, конечно, вообще два-три прихода к врачу в нашем городе сегодня. Поэтому я никогда не ставил себя. У меня были коллеги и друзья, которые говорили, Лёш, давай уходи в VIP-лакшери сегмент, где у тебя должна стоить консультация нереальных денег, зато ты будешь разгружен. Логика типа такая – поднимай большую стоимость, чтобы там один-два человека тебя потянули, а все остальные что будут делать? Я продолжаю снимать портал Невроза Мегаполиса. Вы продолжаете получить бесплатное и огромное количество материала. Посмотрите канал YouTube Невроза Мегаполиса. 180 роликов. Ну, а посмотрите. Да, 4500 или сколько там стоят эти вебинары DVD, которые для вас нет. Все расписано, пожалуйста, это не заоблачно. Ну и, соответственно, лекции в твоем городе, они тоже стоят 8-9 тысяч за два дня. 9 тысяч за два дня – это два часа работы московского психотерапевта. А тут я два дня с тобой работаю, с утра до вечера. Это очень доступные деньги, несмотря на то, что меня все подбивают поднять цены в два-три раза. И я держусь и сказал нет. У меня есть социальная миссия, у канала Невроза Мегаполиса есть социальная миссия. У меня лично внутри есть ответственность за то, что я делаю, за разные категории граждан. Те, у которых есть деньги, и так заплатят. А тут вопрос не в этом. Тут вопрос в результате. Я получаю кайф от результата. Я получаю кайф от того, когда мне пишут письма о том, что человек из дома не выходил, уже на себе крест поставил, и как меняется их жизнь. Вы не представляете, как это мотивирует, и как это дает силы. Деньги – это хорошо. Но деньги – это инструмент, благодаря которому ты должен быть полезным. Просто заработать много денег и купить себе какие-то красивые вещи – это для меня слишком примитивно. Я все деньги, которые зарабатываю, я их стараюсь вернуть во что-то полезное. Никто не знает, что я могу оплачивать каким-то девушкам квартиры. Ну, сейчас мы об этом узнали. Блин. В общем, я люблю быть полезным. Да, это моя невротическая черта. И я люблю быть полезным. Я люблю получать удовольствие от того. Меня одна моя подруга называет Леша «Черный плащ». Потому что я очень люблю, и мне нравится. Это такая моя внутренняя эго-конструкция. Я люблю помогать людям. У нас вообще эта черта семейная. У папы, у бабушки. Мы такие. Мы люди, которые любят помогать. Поэтому мне один профессор сказал, тебе надо было быть хирургом. Ну, видимо, да. Но я считаю, что я и стал хирургом. Только не скальпелем. У меня скальпель немножко в другом формате работает. Потому что хирургия человеческой души – это тоже хирургия. Человек до начала занятий интерпретировал обстоятельства очень поражающим образом. После занятий интерпретирует по-другому. Я очень люблю свою работу, ребят. Я очень люблю людей. И я не обижаюсь ни на кого в интернете, кто пишет про меня гадости. Кто меня троллит и издевается. И я не злюсь. Я сожалею, что есть такие люди. Но это ваше право, ваш выбор. Я очень люблю свою профессию. И очень люблю то, что я делаю. И я всю свою жизнь буду продолжать развивать психотерапию в стране. Я буду делать так, чтобы наша нация была сильной, конкурентоспособной. Я знаю, как это сделать. И я это сделаю. С вами или без вас. И я сделаю в нашей стране доступную, успешную психотерапию. И я этим занялся. Я был первым блогером в интернете, который это стал делать. И я это продолжил. И я это не закончу. Я буду делать все возможное, чтобы помочь каждому своему клиенту. И сделать это доступно. И эффективно. Я не вижу, что я единственный на планете Земля, к кому вы должны обратиться. У каждого психотерапевта свой стиль. У каждого кому-то я подхожу, кому-то я не подхожу. Я же не вижу, что я единственный, который офигенный. Пробуйте, выбирайте, пожалуйста. Я просто постарался сейчас с вами быть откровенным. Может быть, я где-то переборщил в конце. Но я сказал абсолютно 100% то, что я думаю. Вы думаете иногда, что я какой-нибудь там циничный, жесткий. Да, я жесткий. Моя работа достаточно жесткая. Но именно благодаря этой жесткости сотни тысяч людей добились результатов. Не только по борьбе с неврозом, приоткрою тайну. Но и в жизни. Последний мы закончим. Чтобы получить невроз, надо иметь определенные проблемы в том, как ты понимаешь обстоятельства, окружающие тебя. Когда ты работаешь над своим мировоззрением, над своим мышлением, ты меняешь не только отношение к текущим ситуациям, которые образуют вегетативные реакции. И потом уже там с симптомами справляешься. Но ты потом в жизни начинаешь быть более взвешенным, более рассудительным, более профессиональным. А это платится тебе карьерным ростом, деньгами и успехом. Поэтому те, кто думает, что я занимаюсь паническими атаками и ВСД. Ребят, я вам хочу так сказать. Я не занимаюсь паническими атаками и ВСД. Я занимаюсь реконструкцией вашей жизни, вашей системы отношений. И вашим успехом, если хотите, вы пришли с паническими атаками, потому что у тебя дома, на работе, с деньгами, с семьей, с внутренним пониманием себя и смысла, с претензией к окружающим, с большим страхом произвести плохое впечатление. Как ты с такими страшилками и с такими требованиями можешь быть эффективным? Не можешь. Поэтому то, что у тебя сегодня, панические атаки и вегетатика, это не шаг назад. Это период жизни, где ты можешь делать шаг вперед. Просто тебе надо немножко подсказать и помочь. И это моя работа. Спасибо вам большое. С вами был Алексей Красиков, канал Невроза Мегаполиса. И я надеюсь, вы не очень ругаете, что я сейчас с вами проговорил. У меня было очень откровенно, правда. Спасибо вам большое, что выдержали этот ролик. Увидимся в вашем городе или на просторах интернета. Пока.